Правильно стартовать, припарковаться, сбить мячик, пройти змейку и финишировать, не задев ни одного конуса, задача не из легких. Но для этих автомобилистов нет ничего невозможного. На конкурсе профмастерства «Профиавто-2018» собрались водители из Мурома, Владимира, Коврова, Вязников и Радужного. Семь команд, более 60 участников. И каждый готов доказать, что именно он лучше из лучших. Сесть за руль совершенно незнакомого автомобиля и показать лучший результат. В конкурсе профмастерства участвуют водители нескольких классов автомобилей. Сидельный тягач с прицепом, КАМАЗ, ГАЗЕ, легковой автомобиль, большой и малый автобус. Заявить о своем участии мог как индивидуальный предприниматель, так и транспортная компания. За каждый сбитый конус штрафной балл, что влияет на итоговый результат. По словам члена судейской коллегии, пройти трассу без ошибок очень сложно. Полоса намеренно усложнялась, чтобы ее смог преодолеть только профессионал высокого класса. По результатам видно, кто-то с, скажем так, с наименьшими ошибками заехал, кто-то с большими. То есть здесь уже даже не столько стаж влияет на заезд, сколько влияет именно понимание автомобиля, мастерство управления автомобилем. Команда одного из муромских заводов старается не пропускать подобные конкурсы. Без призовых мест в общекомандном зачете никогда не оставалось. Вот и к этим соревнованиям готовились в течение года. По словам водителей, с каждым годом задания усложняются, но это лишь мотивирует добиться лучшего результата. Все тонкости знаем, билеты, теорию тоже всегда у нас. На заводе практикуются эти 20-часовые программы, где мы, так сказать, повторяем правила движения и изменения в правилах. Поэтому нам труда не составляет. Отдельно в рамках соревнований выступают водители автобусов. Зрители могли не только оценить профмастерство тех, кто водит общественный транспорт, но и посмотреть на пока еще редкое явление на улицах наших городов. Электрогус. Машина полностью на электрической тяге. Отопительная система, в отличие от дизельных, тоже от электричества. Зарядка такого электробуса на станции занимает 8 часов. В отличие от традиционных дизельных, газомоторных, это более тихая машина, то есть, соответственно, более комфортно он ехает, практически бесшумный. Также это комфорт для окружающих, кто находится на улице, опять же, ввиду того, что он бесшумный, не тарахтит, не дымит, не чадит, копоти с него нету, то есть, ну, транспорт будущего. Участникам соревнований вручили шуруповерты, перфораторы и болгарки. В работе пригодятся. Призерам, показавшим лучшие результаты, в индивидуальном зачете достались резиновые лодки и палатки. Видимо, как намек, что и от любимой работы нужно отдыхать. Ну а на память об этих соревнованиях дипломы и кубки. Игорь Липский, Михаил Пименов, 6 канал.